В юбилейный год Ильи Николаевича Ульянова, отца Ленина, хотелось бы поговорить о его биографии, тем самым коснувшись происхождения самого Владимира Ильича по отцовской линии. В этом нам поможет заведующая Домом музеем Ленина Татьяна Михайловна Брыляева. Татьяна Михайловна, здравствуйте! Добрый день! 26 июля мы по традиции отмечаем День отца, и в этот день как раз день рождения Ильи Николаевича Ульянова. Бевидного деятеля народного просвещения, педагога, отца Владимира Ильича. До сих пор ульяновцы говорят об этом человеке. Что он сделал для Симбирска, когда занимался здесь народным просвещением? Илья Николаевич действительно поднял Симбирское просвещение на очень высокий уровень, можно сказать, российский уровень. Когда он приехал, то обнаружил, что на огромной территории Симбирской губернии, где Франция могла бы разместиться, было только 89 школ. Прослужил он у нас 16 лет. Итог его труда – 263 новых школьных здания. Цифра говорит сама за себе. Причем это были не просто построенные здания и коробки, это были здания, уже насыщенные и ученической мебелью, специально для детей, удобной партами, и наглядными пособиями, и библиотеками. Илья Николаевич заботился о том, чтобы дети занимались и физическим воспитанием, и эстетическим. Сколько хоров только возникло за время его деятельности здесь, в Симбирском крае. И самое главное, что Илья Николаевич полагал – грамотный ученик от грамотного учителя. И самый первый большой и крупный рывок он сделал в подготовке учительских кадров. Впоследствии учителя так и называли себя – ульяновцами, а его называли своим учителем. И они не только же в нашей Симбирской губернии преподавали, а разъехались по многим-многим городам. И Ульяновска еще не было, а учителя ульяновцы уже прославили наш край. Это были педагоги очень высокого уровня, как по подготовке, как по методике, так и по отношению к учащимся, к детишкам. Наша Симбирская губерния стала занимать четвертое место в Российской империи после Петербургской, Московских и Прибалтийских губерний по качеству образования детей-крестьян и ремесленников. И именно в этом-то и огромный вклад Илья Николаевича в дело просветительства. И если бы не родился у него сын, который стал великим политическим деятелем, то, я думаю, в любом случае имя Ильи Николаевича было бы увековечено в нашем крае. Ну, как вы сказали, что Владимир Ильич Ульянов Ленин затмил буквально через какой-то период имя Ильи Николаевича. Так получилось, да? И вот все-таки, когда стали говорить уже о происхождении Владимира Ильича, коснулись и биографии родословной Ильи Николаевича. Вот кто были его родители? Когда он родился? Наш город носит имя семьи Ульяновых. Откуда же есть пошла эта семья? А истоки опять-таки в нашей народной глубинке. Когда-то давно уже, в 18 веке получается, отец Ильи Николаевича, Николая Васильевича, отпросился у своего помещика Брехова Михаила Степановича на оброчные работы. И он поехал в Астраханский край. И здесь, что называется, судьба способствовала продвижению этого человека. Выходит в 1797 году высочайший указ о том, что крестьяне, ушедшие на оброк, могут не возвращаться к своим хозяинам. Получают они личную свободу, но они остаются как бы прикрепленными к земле, к поселению. И в поселении города Астрахани, в пригороде города Астрахани остался жить Николай Васильевич Ульянов. Тогда еще не было этой фамилии. И вот когда он прибыл в Астрахань, и в ревизской сказке отмечается Николай, сын Василия, Улья, Нин. А далее, после высочайшего указа о том, что они получают личную свободу, нужно было написать соответствующее прошение в общество старозашедших крестьян. Писарь ставит другую фамилию. Николай Васильев Улья, Нинов. Улья, Нинов. Появляется то есть еще один вариант этой фамилии. Но здесь, в этом документе, есть очень важное дополнение. Писарь описывает этого крестьянина. Ведь фотографий-то еще не было. И вот такое описание дает. Два оршина, пять вершков. Это значит 163 сантиметра ростом. Борода, усы русые, глаза карие, лицом чист и бел, отроду 30 лет, коренного российского происхождения. И вот мы с вами подходим к другому вопросу, который очень часто дискуссируется. Какой же национальности был? И вот этот документ, который составил в том далеком 1799 году, Писарь дает нам ответ на этот вопрос. Дело в том, что в России большее внимание отводилось вероисповедованию человека. И если коренного российского происхождения, православный, это значит, что он фактически становился русским. Ну и по описанию внешности русые волосы, лицом чист, бел, все говорит опять же о коренном российском происхождении. Но исследователи и просто всех волновали все же внешность Ирина Николаевича. Это вот скулы такие широкие, несколько зауженные глаза с прищуром. И на это дает ответ его сын. Дмитрий Ильич, он отмечал, что 200 лет пребывания монголо-татарского ика в России сказалось в любом случае на генах российского коренного человека. Но вот этот вопрос о пронациональном происхождении всегда очень раздражал Ульяновых. Они отвечали, но им было обидно, что дает национальность. Она не прибавляет ни ума, ни творчества, ни целеустремленности, ни работоспособности. Очередная ревизская сказка, то есть описание домовладельца, описание мещанина, состоялась практически накануне кончины отца Ильи Николаевича, Николая Васильевича, в 1835 году. Тогда уже он был в своем доме, описывается этот дом, и описываются все его дети. Он 70 лет, его супруга, и все дети, два сына и две дочери. И вот там он уже руку приложил Ульянов. Илья Николаевич, и с того времени, ну, он уже практически, а вот все его дети подписываются этой фамилией Ульянов. Илья Николаевич, как я помню, был последним ребенком в этой семье. Да, последний ребенок в семье. Пятый был? Ну, вот если считать умершего мальчика, то он пятый, а так и четыре выживших. Но отец у него умер, когда Илья Николаевича было семь. Пять, даже пять лет. Пять лет было. Он был совсем маленький. Как же он поступил в гимназию и потом еще и высшее образование получил? Вот действительно, вот тот период развития России давал возможность такого социального лифта из третьего, низшего, подотного сословия в потомственные дворяне. И вот благодаря только целеустремленности, огромной работоспособности и таланту Илья Николаевич сумел пройти все ступени своего развития. Ну вот, давайте по порядку. Значит, он, как выходец из Мещанского сословия, третьего подотового, мог закончить только уездное училище. Начальник закончил блестяще. Отличал я, вот когда мы говорим об Илье Николаеве, часто говорим, первый и лучший. И вот действительно, закончил с отличием. Это открыло ему дорогу образование, обучение в гимназии. Вот. Но платить надо было за образование и обучение в гимназии. И деньги-то немалые. Это где-то 38 рублей. Что значит 38 рублей для того времени, если пуд пшеницы стоил рублей 33 копейки. Понятно, да? Сколько пришлось уже брату, именно брат, старший брат Василий взял на себя, на свои руки все заботы о семье. И он сам мечтал. Кстати, он был очень грамотным человеком, очень много читал. Но он хотел, чтобы его младший сын, извините, младший брат получил образование. И он делал все зависящее от него, именно в материальной поддержке. и давал все условия для того, чтобы Илюшенька учился. Ну вот мы говорили об учении в гимназии. А нужно было еще мальчика-то одеть. Гимназический кафтан стоил 8 рублей. И так далее, и так далее. Нужно было и учебники приобретать. И повторяю, все эти заботы о материальном обеспечении Ильи взял на себя Василий. И впоследствии Илья Николаевич как часто рассказывал своим детям об этом пишет Анна Ильинична, как он обязан своему старшему брату. И имя Василия в семье всегда почиталось, относились к нему с уважением. В семье Ульяновых в гостиной комнате был альбом с фотографиями. И на одной из первых страниц была фотография именно Василия Николаевича Ульянова, старшего брата Ильи Николаевича. человек, который, можно сказать, заменил ему отца. Вот. Итак, обучаются в гимназии. Очень интересно опять же обучение в гимназии. Дело в том, что математику преподает Николай Иванович Степанов. И впоследствии он ученик Лобачевского, он слушал лекции Лобачевского, увлекался математикой, увлекался астрономией. А впоследствии он преподавал и в нашей гимназии и учил Володю Ильянова. Вот такое переплетение судеб прослеживается на примере семьи Ильяновых. Так вот, вот именно Степанов-то и зародил в уме, душе Ильи вот это стремление к точным наукам. И не случайно, когда Илья Николаевич думал о том, как дальше ему, где обучаться, он думал между юриспруденцией и физико-математическим факультетом, он в конце концов выбирает физико-математический. Ну так вот, учиться в гимназии он великолепно. Исключительно только отличные и редко мелькают хорошие оценки. И он единственный за полвека существования Астраханской гимназии получает серебряную медаль. Не потому, что серебряную, а потому, что эта медаль была самой высокой наградой для выпускника гимназии. Золотых тогда еще не было утверждено. Но надо сказать, даже эта медаль не давала Илья Николаевичу право гражданской службы. Он мог остаться в каком-то заведении чиновником, писарем, обыкновенным писарем, но не такой судьбы он хотел. Директор гимназии Арестов обращается в препечительский совет, обращается в ректорат Казанского университета, чтобы зачислили его на обучение. В университете опять его заметил великий Николай Иванович Лобачевский. Когда уже Илья Николаевич завершил обучение в университете со степенью кандидата математических наук, опять же Николай Иванович Лобачевский способствовал его трудоустройству. Он сумел дать направление ему на преподавание физики и математики в Пензенском учебном заведении, но с одним условием вести метеонаблюдение. То есть метеослужба Пензы начинается с нашего дорогого, уважаемого талантливого Ильи Николаевич Ульянова. Спасибо. Спасибо за внимание. Ульянова.